Вы как-то упоминали, что значительная часть населения мира нездорова просто потому, что мы не осознали некоторые простые вещи. И этим вещам можно с легкостью обучать и распространять их в мире, и делиться этими знаниями с другими людьми. Можете ли вы рассказать, что это? Что может сделать нас здоровыми? Здоровье. Как-то раз один молодой врач приходит к своему старшему коллеге и просит совета, потому что никак не может поставить диагноз своему пациенту. Старший коллега спрашивает, а, значит, нервозность и тошнота, да? Тот говорит, да, но я не вижу никаких медицинских причин для его нервозности и тошноты. Тогда старший коллега говорит, спроси его, играет ли он в гольф. Если играет, скажи, чтобы прекратил. Если не играет, то пусть начнет. И с ним все будет хорошо. Здоровье. Оно такое. Правда? Некоторые люди перегружены работой, и поэтому у них плохое здоровье. Большинство людей в наши дни недостаточно работают, и поэтому у них плохое здоровье. Если бы вы жили на этой планете 200 лет назад, в физическом плане вы бы делали по крайней мере в 20 раз больше, чем делаете сегодня. Физически. Совершенно точно. Сюда бы вы пришли пешком, все бы делали собственными руками. Ваша физическая активность была бы как минимум в 20 раз, даже не в 20, а, наверное, в 100 раз больше. А для некоторых, в 250 раз больше. Так что, если бы у вас в жизни было такое количество физической активности, тогда я бы сказал, сделайте перерыв, отдохните немного. Но сейчас тело не используется. Сохранить тело в хорошей форме мы можем лишь, используя его. Когда вы говорите о здоровье, вы говорите о физическом здоровье. Вы должны использовать это тело. Чем больше вы его используете, тем лучше оно становится. Один из самых простых способов быть здоровым — просто использовать свое тело. Если вы достаточно используете тело, у тела есть все необходимое для того, чтобы создать для себя здоровье. Значит ли это, что можно сказать, «И это все? Больше ничего не нужно, и все будет в порядке?» Я бы сказал, что если бы мы физически использовали наше тело настолько, насколько должны бы, то 80% болезней на этой планете просто бы исчезли. 80%. Из оставшихся 20% 10% болезней возникают из-за еды, которую люди выбирают для себя. Если они поменяют подход к питанию, исчезнет еще 10% болезней. Это означает, что осталось бы только 10%. Они возникают по самым разным причинам. Некоторые кармические, некоторые из-за окружающей среды, и есть множество других аспектов, которые влияют на систему. Если из всех больных людей 90% станут здоровыми, просто задействуя свое тело и правильно питаясь, то с оставшимися 10% можно будет с легкостью справиться. Но сегодня количество болезней настолько велико, потому что мы не питаемся как следует, или питаемся слишком как следует, и мы не используем тело должным образом. И, кроме этого, есть и другие аспекты жизни. Говоря простым языком, по мере того, как вы упражняетесь, например, если вы будете делать так тысячу раз в день, просто делайте так тысячу раз в день, и через месяц сами убедитесь, насколько рука станет лучше работать. Только это. Просто сидите и делайте так тысячу раз в день. И через 30 дней вы обнаружите, что ваша рука функционирует замечательным образом. Если вы сделаете то же самое с мозгом, через месяц он будет работать великолепно. Если вы сделаете это с вашим сердцем, оно будет работать великолепно. Если вы сделаете это со своими жизненными энергиями, они будут работать великолепно. Когда все это хорошо функционирует, это и есть здоровье. Здоровье — это не что-то, что вы изобретаете. Здоровье — это не ваша идея. Здоровье — это жизнь, которая происходит хорошо. Когда жизненный процесс происходит хорошо, это здоровье. Это не ваша или моя идея. Мы ведем себя так, как будто здоровье — это наша идея. Как будто мы создали здоровье. Не мы создали здоровье. Если мы что-то и создали, то только болезни. Здоровье создали не мы. Здоровье — это путь жизни. Если вы позволяете жизни полноценно функционировать, это здоровье. Так что вам просто нужно использовать свое тело, голову и своей энергией. Если вы занимаетесь этими тремя вещами, и они сбалансированы, вы будете здоровы. Но сегодня мы наслаждаемся гаджетами. Но если вы создадите активность в своей жизни, физическую, ментальную и энергетическую, если вы выстроите все эти три элемента, то здоровье придет. Ваше тело работает хорошо, ваш ум работает хорошо, и ваша энергия поддерживает их. Заботьтесь о том, чтобы все происходило как надо. Это и есть здоровье. Жизнь идет полным ходом. Это здоровье. Здоровье — это не идея. Это не медицинская идея. Медицинские сообщества и медицинские знания становятся все более необходимыми просто потому, что мы создали очень нездоровый образ жизни. Никогда прежде в мире медицина не имела такого значения, как сегодня. просто потому, что мы становимся все менее подвижными. И поэтому становимся все более и более больными. Да, возможно, мы живем дольше. Это из-за чрезмерного внимания. Можно прожить на медицинских приборах 20 лет. В противном случае у природы есть свой собственный способ естественного отбора. Вы знаете, что это значит? Приспособленные к жизни будут отобраны, чтобы жить. Те, кто не приспособлен, отправятся далее. Но сегодня мы живем по-другому. Мы не можем вернуться к тому образу жизни. Мы не можем. Но это не значит, что мы должны быть 60-летними, когда нам всего 20. Сегодня многие 20-летние не могут выполнять такую же активность, которую выполняли 60-летние 100 лет назад. Это факт. Не так ли? 100 лет назад любой 60-летний человек делал столько физической активности, сколько не каждый 20-летний может сделать сегодня. Это значит, что мы просто ослабляем человечество. Через какое-то время мы станем дегенеративным человечеством. так что... так что вам нужно использовать свое тело. «Музыка» 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 Продолжение следует...